Телеканал КРТ представляет Однако и они бледнеют на фоне бурной деятельности Дональда Трампа. Так, 15 марта Федеральная резервная система США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0-0,25%, сделав заявление, что намерена держать ставку на около нулевом уровне до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности. Чтобы понимать драматичность ситуации, можно напомнить, что аналогичное понижение ключевой ставки произошло в разгар глобального финансового кризиса в декабре 2008 года, когда ФРС опустила до 0-0,25% впервые в своей истории. Это уже второе внеплановое заседание ФРС и второе снижение ставки на 0,5% в марте. Дональд Трамп, ранее жестко требовавший от ФРС максимального снижения ставки, на этот раз заявил, что он счастлив. И уже в понедельник, 16 марта, Дональд Федорович решил поделиться этим счастьем со страной на утреннем брифинге в Белом доме. На невинный вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии, Трамп столь же незатейливо ответил, что это возможно. Цитата. Что ж, это может случиться, но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, появится невероятный неудовлетворенный спрос, как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост. Конец цитаты. Как вы прекрасно понимаете, инвесторы и игроки на фондовых биржах не те люди, которые, когда все только начинается, готовы ждать обещанного президентом, когда все закончится. Короче говоря, если бы президент США избирался бы 16 марта и только голосами биржевиков, то Дональд Трамп проиграл бы эти выборы даже коронавирусу. И неудивительно, что понедельник 16 марта стал черным. Доу Джонс упал почти на 13 процентов, без малого повторив исторический антирекорд 19 октября 1987 года. Чтобы спасти ситуацию, американским властям пришлось давать обещание о выкупе определенных ценных бумаг американских компаний на сумму до 1 триллиона долларов. Понятно, что после таких заявлений уже во вторник 17 марта Трамп в глазах биржевиков стал вновь выглядеть предпочтительнее коронавируса. В результате чего Доу Джонс вырос более чем на 5 процентов. Более подробно и профессионально о проблемах мировых рынков и фондовых площадок мы поговорим с финансовым экспертом, управляющим партнером инвестиционного фонда Capital Times Эриком Найманом. Добрый вечер, Эрик. Здравствуйте. Давайте начнем с такого вот простого вопроса, ну для многих, наверное, зрителей это будет интересно. Что означает, что ФРС ввело практически нулевые ставки? Раньше то же самое Центральный банк Европейский, Банк Японии, ну и в принципе основные игроки. То есть стоимость денег нулевая? А где-то даже отрицательная. В Европе она уже давно отрицательная. Ну мы берем. Вопрос в том, что, а зачем они это сделали? Потому что это беспрецедентный шаг для ФРС США. У них еще ноля, я не помню. На 2008 году короткое время было. Очень-очень короткое, а здесь мы понимаем, это уже так надолго. Этот ноль надолго. Но это говорит о том, что насколько глубокие, тяжелые проблемы в экономике США. То есть это очень сильный наркотик. Нулевая процентная ставка – это сильнодействующее средство. Медикамент, который призван залатать дыры, которые возникли в американской экономике. Потому что американская экономика, как и большая часть мировой экономики, построена на кредите. И вот получается, что этот фундамент кредитный из-под американской экономики выбивает. Коронавирус его очень активно выбивает. Проблема с логистикой, ну там много чего. И результат, представляете, если рухнет госдолг США, рухнет доллар США, рухнет вера в США. Считается, что любой удар по доллару США ослабляет еще сильнее другие валюты. И поэтому даже при падении все равно будут вкладываться в долларовые обязательства. Что мы сейчас и видим. В конечном итоге, вроде бы, они снижают процентную ставку. И многие удивляются, а почему доллар при этом дорожает? Потому что дефицит долларов. Реально в мире возник, это удивительно. Дефицит долларов. В Украине, вы сейчас обратитесь, дефицит доллара. Это не просто так. Реально действительно возник дефицит доллара. Нет наличного доллара, а в мире, в Украине, а в мире нет безналичного доллара. А вам нужно проценты погашать, долги возвращать. Поэтому доллар дорожает. Если ставка до нуля упала, программа опять объявляет аналог количественного смягчения. Причем огромные суммы. Триллион на выкуп, ну объявили как минимум, на выкуп бумаг цены. И если будет все равно падать фондовый рынок, это что означает? А такая вероятность же есть. Первый этап, они начали спасать госдолг США. То есть им сначала нужно спасти государство США. Поэтому первые деньги, сотни миллиардов долларов, пошли на гособлигации США. Второй этап, они начали спасать американские банки. И давать деньги банкам. Третий этап, о котором буквально вчера заявили, они начинают спасать крупнейшие корпорации. Потому что зашатались и такая компания, например, как Боинг. По итогу, больше вероятность чего? Что часть крупных корпораций станет государственными, ну в той или иной мере. Или они перейдут в собственность крупнейших банков, как это было в кризисе 29-го года. Это аналог какого кризиса? Что будет потом? Ну, во-первых, сейчас жесточайший замес. Потому что сейчас мы видим все признаки кризиса в коктейле, страшный коктейль, и 29-го года. И кризиса Доткома в 2000-го года. И 2008-го года крах ипотеки. И 1987-й год, однодневный обвал крупнейшей в истории бирж США на 22% за один день. То есть вот это все в одной точке. Ну, растянутое на несколько месяцев. В Европе, я думаю, закончится национализацией. В США, скорее всего, закончится, что эти лучшие активы окажутся в руках у банкиров. Вот произошедшего, когда вся пыль коронавирусная уляжется, выиграют Китай и США. Всех остальных расплющит. На этом наша беседа подошла к концу. В гостях у нас в студии был Эрик Найман, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times. Благодарю вас. 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 Благодарю вас.